вот смотрю тут жюль верно история великих путешествий читаю эту книжку последние дни жаль что конечно в азербайджане не любят читать хорошие книжки классику нам только предпочитают читать поэзию не займи генджи в переводе с персидского на азербайджанский язык родного поэта а вот такие вот французскую классику русскую классику там не особо приветствует так вот я хочу сказать что здесь смотрю жюль верно описывает путешествие великих землепроходцев и один из них марка пола вот он значит проходит под по великой армении дальше идет на север в грузию потом как-то попадает он уже через юг к спину туркменские земли куда делся азербайджан непонятно скорее всего они только-только начали появляться учитывая что вот здесь идет такое описание где говорится о том что великая армении которую затем посетил марка пола представляла собой удобное становище для татарской армии то есть он еще был свидетелем того как татары только только стали появляться в великой армении представляете то есть она уже была а татары только-только стали появляться я рад тут описывается и так далее ну и дальше значит уже идет у нас грузия на север и и так далее но я не это хотел сказать бог с ними они-то все прекрасно знают им просто стыдно говорить что они наши младшие братья не братья но не знаю но какие-то там младшие рядом стоящие я хочу сказать о другом тут такая вот интересная вещь пишется я бы хотел бы процитировать это уже верно который цитирует а значит мафео в старину сообщает путешественник здешние дворяне были храбры и воинственны теперь они слабы и ничтожны и только пьянствуют это он пишет об армении ничего вам не напоминает старину были храбрыми теперь они пьянствуют если перенести на наши дни то что-то похоже получается у нас современной армении когда-то там недавно в старину были храбрыми а сейчас жирует и делят власть но тема значит у нас сегодняшняя не об этом тем более об этом мы уже много раз говорили сегодня мы будем говорить и разоблачать все то что продолжает муссироваться в азербайджане очки мне уже не нужны книжки это я возвращаться не буду и по ней я все сказал кто захочет тот прочтет и без меня на протяжении восьми лет антитопор рассказывал и разоблачал всю ту ложь что транслируется и муссируется в азербайджанском обществе об армянах культурном наследии армян истории этого народа и государства причем делалось это каждый раз не ссылаясь ни на один из армянских источников как сейчас вот например исключительно только на независимые источники это делалось для них для тех кто намеренно пытается стереть следы армян в регионе а в общем то как раз только армянские источники среди народности кавказа и закавказья являются самыми ранними и когда местные народы хотят обратиться к своему прошлому армянские источники как раз и приходят им на помощь это касается и чеченцев и ингушей или сгин и осетин армянским источником уступают немного лишь грузинские на которые тоже ссылаются но и в отношении грузинских армянские более ранее но об этом мы еще поговорим в ближайших выпусках а пока что факт неопровержимый один нет ни одного азербайджанского источника древности о народах региона не о регионе в целом и это повторюсь неопровержимый факт а теперь по сегодняшней теме учитывая что большая часть арцаха нагорно-карабахской республики нынче контролируется азербайджаном то и все древние и средневековые армянские и культурные наследия христианские и языческие также перешли под их контроль уверен все это временно но пока именно так вот как есть а коль сегодня мы имеем то что имеем собственно чем больше все это будет им контролироваться тем больше эти наследия будут исчезать им не привыкать громите грабить тому являются хорошими примерами армянские наследия на хичеване где ничего не осталось армянского за последние сто лет и тому являются примером армянские наследия в турции где тоже ничего армянского не осталось по всей Восточной Анатолии, Западной Армении. И сейчас мы видим, что начало в Карабахе положено, идет тотальное уничтожение армянского прямо или косвенно, прямо это когда уничтожается техникой вручную, косвенно это когда армянское приписывают себе. И делают это через так называемую Кавказскую Албанию или так называемых Албан, которых давно нет, которых сами они же и уничтожили. Я имею ввиду предки азербайджанцев. Впрочем, их предки-варвары, пришедшие в регион из Центральной Азии, Баку, с удовольствием приписывают армянское наследие албанам, причем вопреки тому, что только у армян свидетельства на свои наследия, написанные на армянском языке, известные из армянских источников. Не кажется ли вам странно, что монастыри, храмы, хачкары и крепости принадлежат албанам, но почему-то древние надписи на них на армянском языке? А не кажется ли вам странным, что они, храмы, хачкары эти, албанские, в кавычках, а Азербайджан втихую все равно это все сносит? И, наконец, главное, не кажется ли вам странным, что, как говорят в Баку, территории Албании и Кавказской простирались от Каспия до озера Ван, но, опять же, все эти армянские христианские наследия сохранились только на территориях, где компактно проживают армяне. Мистика, не так ли? Например, на территории Нагорно-Карабахской республики, Арцах, то, что в армянской зоне, находится 210 церквей, 22 монастыря, 129 часовен, бесчисленное множество хачкаров. В той части Карабаха, что в азербайджанской зоне, 77 церквей, 5 монастырей, 43 часовни и бесчисленное множество хачкаров. И эти данные без Карвачарского и Кашатахского районов. Не кажется ли вам странным, что в Албании и Кавказской от Каспия до Вана только в армянском ареале они сохранились? А где же все это огромное наследие Албан, в кавычках, туда дальше, от Куры до Каспия? Там, где в основном проживают азербайджанцы, потомки Албан, как они сами о себе говорят. Ответ на поверхности. Все эти наследия были и есть армянские. И только армяне и никто другой сохранили и донесли через века свои наследия. А Кавказская Албания была за курой к востоку от Куры и армянского ареала. Там, где ничего подобного в таком количестве не сохранилось. А почему? Почему не сохранилось? Потому что к азербайджанцам они не имели никакого отношения. Потому что у потомков варваров, которые называют себя тюрками и именуются иранским термином азербайджанцы, все это чужое, чуждое и не свое. Что албаны это не народ, а племена, жившие к востоку от Куры и являются предками современных лакцев, лесгин, цахур, удин, рутульцев, табасаранцев, но никак не азербайджанцев. И что с 16 века, перекочевавшие из Центральной Азии в Персию, а затем из Персии в Аран, Албанию, тюрки, стали постепенно вытеснять албанские племена и их наследие. Вот почему там, к востоку от Куры, где нынче азербайджанский ареал, почти ничего христианского албанского-то и не сохранилось. Но зато их, христианского-армянского, великое множество, к западу от Куры, где армянский ареал. Все очень просто, если не быть обманутым дураком и не ангажированным журналюгой. Америку я не открывал. Все это можно прочесть и в истории Востока, в шестом томе «Восток в средние века». И это классика. Сюда никто не влезет, чтобы чего-то переиначить. Также можно обратиться к арабским источникам средневековья Аль-Мукадаси и Ибн Хаукалю, или Камиле Тревер, очерке по истории и культуре Кавказской Албании, или Николаю Караулову в сведениях арабских писателей X и XI веков о Кавказе. О Кавказе, Армении и Азербайджане. Источников независимых огромное множество. Не бойтесь только узнать правду. Это самое главное. Обращайтесь к ним. Их писали известные ученые всего мира. Они не были ни армянами, ни тем более азербайджанцами, ни племенами албанскими. Да и не кажется ли вам странным еще раз, пятый раз, что армяне в каком уголке бы мира не жили, от Белфаста до Сиднея и от Китая до Уругвая, везде строили и строят себе храмы, а у себя на родине бы албанскими пользовались. Ну что за чушь? Я побывал почти в 140 странах мира. Из них в 52 странах я ездил специально снимать армянские наследия. И везде они имеются. Свои. Родные. Теперь по Дадивангу, который остался на азербайджанской зоне в селе Ванг Карвачарского района. Этот монастырь родился тогда, когда его камни и руки их строителей не знали, кто такие азербайджанцы. А азербайджанское слово орду, армия, произносилось татаро-монголами орда, армия. Я даже не буду углубляться в первый век, когда там было построено святилище на могиле погибшего святого Дади, ученика апостола Фадея. Это слишком глубоко для азербайджанцев. Я лишь напомню, что основание главного корпуса монастыря датировано 1214 годом, когда азербайджанского духа и рядом-то и не было. А первые упоминания монастыря относятся к IX веку. И все эти упоминания связаны исключительно с армянами. По всему монастырскому комплексу стоят печати от хачкаров XII-XIII веков до надписей тех же периодов на армянском языке. Не хотите к античному прикоснуться? Прикоснитесь. Например, к Роберту Оустерхоуту. A Bison Time Settlement in Cappadocia. Это довольно серьезное исследование ученого из Гарварда. Или работа другого ученого Кристофера Волкера «Armenia and Karabakh», в работе которого исследованы как сам Дадиванг, так и армянские наследия Карабаха. Замечу, что Волкер в США ведущий исследователь стран Закавказского региона. А как пишет англичанин Энтони Истмунд в работе «Tamptus World» «Строительство Дадиванга» примером женского церковного покровительства в армянском мире XIII века. Тут некоторые призывают к миру, намекая, что война позади. Нет, ребята, не обманывайтесь. Все еще впереди. И если не с Божьей помощью, то с помощью армян, которые вот-вот начинают становиться трезвыми. Истина за нами, а значит победа была и будет за нами. И азербайджанский турок знает это, поэтому и пытается быстро истребить наше прошлое на нашей же земле, на земле наших предков. Они говорят о Натаване, Бюльбюле и прочих, живших в Шуши в XX, XIX или XVIII веках. В Шуши, в Карабахе. Но боятся сказать о тех, кто жил на этой земле до них. О Бомаросе, где была основана первая армянская кафедра в IV веке, где преподавал Месроп Маштоц. Или летописец XVII века Аком Исуси, оставивший хронику о набегах ваших предков из Каракуюну и являлся свидетелем поведения туркмен у армянских границ. Или историк XIII века Керакос Ганзакэци, творивший в Карабахе Арцахе. Или другой историк XVI века Аванес Царий Ци, он же был и священником в Додиванке. Или путешественник XV века арцахский Амартирос Ерзенка Ци. Или где был ваш Бюльбюль, когда в Арцахе правили княжеские роды Закарянов, Допяны. Я уж упущу из внимания десятки генералов и военачальников армян Российской империи из Арцаха. Долго придется перечислять. Тот же Алиев, позируя в Шуши, стоит на фоне руин старинного армянского училища, сожженного татарами. И они же азербайджанцы в 1920 году. И выдает это за азербайджанское наследие. Подписывайтесь на канал, поддержите его как можете и оставайтесь с нами. Все еще впереди. Сильмум Дес. Зрители канала Антитопор знают уже, что на протяжении трех лет Антитопор выпускает такие вот уникальные календари вокруг света армянского. Он был выпущен вот в 2019 году. Они закончились сразу же. Далее был календарь вокруг света армянского за 20-й год прошлогодний, будь он проклят. И вот календарь за, значит, 21-й год. Точно такой же вокруг света армянского. Ну, кто не знает, кто еще не сталкивался с этими календарями, я немного расскажу и покажу. Ну, вот, значит, здесь на каждый день какие-либо события из армянской истории, армянской культуры и так далее. На каждый день круглый год. То есть информация ни в коем образом не повторяется из года в год. И все эти календари, если удастся собрать, это будет такая мощная, интересная энциклопедия в виде такого дайджеста ежегодника. Но, к сожалению, первые два номера еще не успели многие приобрести. Их, к сожалению, уже нет, еще раз скажу. Но за 21-й год вы уже можете приобрести. Кстати, их осталось совсем немного, всего 80 штук. И если вы желаете их приобрести, показываю. Вот под этим экраном есть стрелочка, нажмите на нее. Там, значит, имеется ссылка. Написано календарь и ссылочка. Зайдите на эту ссылку, заполните там купон, ознакомьтесь с информацией, как заказать календарь. Вот там все написано четко. Затем заполните купон, прикрепите чек и написано, куда это все отправлять. Если вы чего-то не поняли, значит, пишите на мою электронную почту. Я вам все расскажу. Это адрес моей электронной почты находится там же, где и ссылочка, как заказать этот календарь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!